здравствуйте уважаемые пчеловоды приветствую вас на youtube канале магазина улей меня зовут александр и это наше второе видео нашей рубрики пасека с нуля начнем этот ролик с того что мы уже столкнулись с первой проблемой по неопытности у нас улетела матка как это произошло это не вошло в первую часть но произошло это так мы пересаживали отводки в первый улей и матка у нас улетела прям на глазах то есть вы растерялись не знали что делать посадили пчел в улей думали что она все-таки вернется но вот прошла уже неделя она так и не вернулась обратились к опытным пчеловодам вернее к сан санычу он подсказал такой выход из ситуации что нужно было не закрывать улей не закрывать потолоченными рамки оставить все открыто и она бы вернулась но мы все сразу закрыли поэтому неделю улей провел без матки сейчас мы к нему съездили купили матку и будем ее подставить мы сделали вторую закупку в нашем магазине для нашей новой пасеки будем постепенно докупать инвентарь и оборудование которое нам необходимо вот давайте посмотрим что же мы купили так ну вот наша накладная давайте начнем по порядку что мы приобрели приобрели дополнительные рамки потому что в первой закупке мы спешили и взяли все в сборе оказалось недешево поэтому сейчас у нас есть немного времени приобрели 50 рамок дадан для вторых корпусов ну и чуть-чуть у нас останется конечно взяли втулки латунные для того чтобы проволока не резала боковые планки и рамка служила гораздо дольше взяли гвоздики маленькие и взяли нержавеющую проволоку потом дальше взяли немного литературы так как наш новый пчеловод мало что знает о пчеловодстве и будет читать и обучаться вот взяли пчеловодство просто и понятно книгу профессора руденко дальше книга фольца современные современные улья то есть содержание пчел многокорпусных улей и также купили большой современный справочник пчеловода это как я его называю книжный книжный google здесь очень много информации читать не перечитать есть ответы на все практически все вопросы по пчеловодству сейчас покажу вам содержание только насколько здесь много информации то есть есть если у вас нету гугла под рукой эта книга будет кстати вот ну будем читать и ознакомливаться дальше взяли поилочки мы потому что жарко челкам пить необходимо будем сегодня строить поилочку для для них взяли два ли . дополнительно потому что на корпусах у нас на вторых корпусах которые мы будем ставить возможно в этом году литком нету также стамеска европейка работаем в две руки а стамеска у нас одна теперь у нас 200 местки вот такая вот замечательная стамеска покажем ее в работе ну и приспособление для оснащения рамок проволокой отлично очень хорошая тема гораздо ускоряет натяжку проволоки также сделаем обзор ее сегодня и покажем в работе да еще у нас летела матка брал я колпачок для подсадки матки вот но подсадили мы ее через клеточку поэтому ну пригодится в будущем я думаю так сейчас мы будем делать самую нелюбимую работу пчеловодов это боковую сверлить отверстия в боковых планках у нас нету не дырокола необычного не дырокола для установок втулок в рамке ну потому что мы еще начинающие еще не приобрели себе поэтому что мы делаем мы не распаковывая боковушки наметили отверстия подобрали сверло которое чуть меньше по диаметру чем втулка и сейчас будем сразу сверлить несколько планок ну на длину сверла которая получится думаю три четыре планки за раз просвернутся Делаем 5 отверстий. Делаем 5 отверстий. Делаем 5 отверстий. Очень кропотливая работа. Втулки так не становятся. Постоянно цепляются пальцем. Но мы приспособились. Сделали штук 20-25 боковушек. То есть мы приспособились с помощью пинцета. Вот так вот. Поддерживаем ее, чтобы она не падала. И вбиваем. Все-таки каждое дело с нуля требует своих вложений и докупок разного рода приспособлений и оборудования. Думаю мы придем к дырокову. Хотя уже побыстрее процесс пошел. Но дыроков есть дыроков. Продолжение следует. Сейчас будем выпускать Вот она, видите, меченая наша маточка Как они все сполошились Пошла? Кто-то видел? Не слетела? Пытается ужалить Вот она, вот она Все, пошла, пошла Закроем Еще один совет, который нам подсказали Который мы не знали Это, когда вы ставите вощину Ее нужно ставить через одну Сейчас мы покажем результат этой работы Поставили мы Дергачевскую, конечно же, нашу вощину Вот эту Вот Вот так вот они ее за неделю Оттянули, посмотрите, какой результат Здесь вощина стояла не через одну Да? Мы переставили пару дней назад И результат совсем другой Видите? Вот Тоже неплохо, по-моему Как за неделю Все на месте Хорошо Обсижены Ого, пчелы Много Да? Может На следующей неделе И подставим еще один корпус Ох, смотрите, сколько тут Расплода Ну Бакфаст работает Как бы нам не с чем сравнить, но Ну Вот вам результат, который есть Сколько запечатанного расплода Почти вся рамка Посмотри, как матка засеяла Вообще И с этой стороны тоже А ты нашел ее? Не, матку не видел еще Можешь, смотри, сейчас сам не буду Вот сейчас же достану, чтоб был между цимом Да Да Угу Угу Подтягивает Отлично Вот Крайняя рамка, конечно Почти не отстроена Дом поменяем местами Так, а дежматка Ты не находил? Невнимательно посмотрели Я думаю, тут все нормально все равно Вот она желтая Где? Где? Нет, она мечена должна быть И желтая, то есть пальцы Что, что? Толпа Я тоже думаю, что тут А что они там застряли? Где Угу Края Вот А что они там застряли в этих Где? Ну что делает? А вот Вы А мне снимают еще? Снимай с ним Что, что она криво коса тут Криво коса тут Снимай с ним Криво коса тут вот она, вот красная здесь есть пыльца нашли матку да, вот пыльца на ножках розовая с чего непонятно я думаю это с каких то луговым цветом закрываем они огорчились по краям слабо тянут вот это вообще отклеилось думаю прокачается эта семья ну а вот смотри как засеяно да, я чувствую на следующую неделю надо медогонку медогонку да радиальную сразу это неопытная сейчас чуть-чуть плохо навастили молодщину как бы потому что руки еще не заточены под пчеловодство но мы и справимся ух смотри какая вот рамочка нашел вот я нашел все на месте так чуть-чуть переставим рамки чтобы тянули дальше ну я думаю так ну раскачались за неделю очень хорошо потому что пчелы здесь было очень мало потому что на трусили в этот ну из четырех отводков здесь оказалось что-то меньше всего чего-то вставляешь что полоска там мы рассказывали про полоски ну просто для профилактики да это вот сейчас смотрите крайняя рамка да и уже как оттянули между рамками то которое между рамками поставили да и тоже ты переставал а не это сразу мы поставили через одну да вот это неделя работы за неделю вот так вот оттянули вот это сами зря да да да, ронять нельзя рамки, вот у пчелы посмотрите сколько пчелы кто там что говорит про Батфас, вот это вот отводки которые мы купили неделю назад вот следующий тоже самое, вот матка здесь по-моему сеет лучше всех где в третьем, да? нет, третий сам ослабенький во втором сеет хорошо и четвертый вот этот тоже не, ну засело немного может других рамок есть? не, ну вот эти первые и четвертые мы меняли сразу сразу поставили? да, через одну то есть еще раз повторюсь совет когда подставляйте вощину в отводок ставьте через одну это совет для начинающих я думаю опытные пчеловоды это все знают крайние и ничего не вытянули да давай переставим сюда не побахнуть не, наверное не надо сюда, да да лучше якусь вот эту среднюю возьмем матку мы нашли? да ага а вот это тоже давай ее в середину вот 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 была предпоследняя рамка да? с одной стороны оттянуло отлично сейчас это сюда это мы поднимали? нет да 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 пусто вышел расплод наверное ничего много ну хотя тут это самый слабенький но все равно подтягиваем молодцы так сделали мы сегодня еще новое приспособление поставили вот такие вот подставочку и сделали поилочки поставили водичку с соленой водой так что наша пасека все более и более обретает современный вид а еще у нас есть вот такие вот замечательные цветы которые раскрываются только вечером и раскрываются прямо на глазах вот например вот этот вот сейчас смотрите пару секунд и оп и открылся красоте неимоверное сейчас еще какой-нибудь поймаем вот так вот какой еще а вот 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 сейчас начнут раскрываться вот этот вот 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 смотрите это бабушка где-то нарыла у нас такие цветы но не знаю но не знаю как они называются но не знаю как они называются так причем причем что они раскрываются а к вечеру опадает вот вот такими они становятся да вот а потом заново опять раскрываются новые бутоны так мы смотрим вот в режиме реального времени смотрите как на глазах раскрывается бутон сейчас еще секундочку и он резко откроется а мама я все а не выключи а мама лежит вот сейчас будет тот самый тот самый момент смотрите один лепесток еще немножко уже соседней пошли 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 соседней смотрите вот как он раскрылся красы красавчик 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 но если вы хотите смотреть продолжение нашей пасеки подписывайтесь на наш канал и делай ставьте лайки жмите на колокольчик с вами был александр до скорой встречи пока